Кобыла, что когда-то жила на луне. Автор – Мистер Намберс. Перевод репиттер. Глава 10. Защитница, которая любит. Твайлайт без сна смотрела в потолок своей спальни, или по крайней мере в его направлении. Было так темно, что она не могла разглядеть даже собственное копыто перед мордочкой. «Сегодня редкая ночь», – подумала она. Луна была полной и слишком яркой, чтобы послать сообщения. Без медлительного перекидывания с луной словами «туда-сюда» Твайлайт наполняли ее обычной тревоги. Вот только теперь у нее было гораздо больше причин для тревог. Вдобавок к предыдущему, нет ничего более неловкого, чем наблюдать за тем, как предполагаемый адресат получает ваши стихи и слово за словом, буква за буквой. Такие сугубо личные слова и чувства, знать, что ты можешь остановиться в любой момент, если, конечно, сможешь потом жить, совершив такую трусость. Ох, это было просто мучительно. И все же, что есть поэзия, если не самый эффективный способ сжать как можно больше мыслей и чувств в как можно меньшее количество слов? Факт. Она решила, что это ее судьба – спасти с луной кобылу, в которую она безумно влюбилась. Хотя до сего года никто даже не мог толком разглядеть эту долбанную луну, не говоря уже о том, чтобы слетать туда в гости и забрать сувенир размером с принцессу. Факт. Никто не придумал, как слетать на луну и забрать оттуда сувенир размером с принцессу. Факт. Я нахожусь под домашним арестом, и мое точно оговоренное жалование крайне ограничено. У меня мало ресурсов и еще меньше средств, чтобы приобрести больше. Факт. Какой-то Пегас, сержант-центри, очевидно, влетел в створ луча в начале недели, когда Твайлайт передавала свои стихи. Разумеется, сильно отредактированные рерити, и оставшиеся в живых стражи Пегасы из того патруля все еще были крайне недовольны. Факт. Решение Шайнинг Армара – пойти в библиотеку, взять книгу под названием «Естественный отбор» и читать ее вслух личному составу было не очень хорошим. Факт. Я все еще не могу заснуть. Поэтому составление списков – это все, что я действительно могу сделать. Если только я не зажгу свет и не попытаюсь немного почитать. Но это не поможет, хотя все эти мысли только заставляют меня больше переживать. Факт. Воздушные шары не работают в эфире, потому что там нет атмосферы. Однако, как только вы выйдете за пределы определенного радиуса, гравитации тоже не будет. Это сразу же сделает все намного проще и намного сложнее. Факт. Все еще очень темно и я не могу найти спички. И я могла бы использовать свой урок, но он у меня прямо над глазами. Так что похуже не чтение, а не сна в любом случае. Факт. Был достигнут значительный прогресс в разработке пилотируемых самолетов, хотя до успешного полета еще оставалось по меньшей мере десятилетия. Принципы их создания вполне разумные, но совершенно неэффективны в эфире по той же причине, что и воздушные шары. Факт. Если меня увидят выходящие на улицу, кто-нибудь меня застрелит. Факт. Винтовка движет твердую массу с помощью сил, независящих от аэродинамики, относительной плотности среды или силы тяжести. Факт. Пушки — это большие винтовки, которые стреляют гораздо большими массами. Факт. Очень большая пушка может, следовательно, запустить значительно большую массу. Твайлот резко выпрямилась, сбрасывая с себя одеяла. Факт. Фейерверк. Фейерверки тоже используют порох, чтобы двигаться по небу. Твайлот уже была за пределами своей спальни. Ей не нужно было видеть лестницу, чтобы понять, где она находится. Привычки было более чем достаточно, чтобы найти путь вниз. Факт. Теоретически тот же принцип может быть реализован с помощью боли управляемого двигателя на жидком топливе. Твайлот остановилась на лестнице как раз в тот момент, когда ее копыта почти коснулась пола библиотеки. Она открыла глаза, не осознавая, что они были закрыты, и обнаружила, что библиотека купается в лунном свете. Знак? Она надеялась, что нет. Пол оказался значительно ближе, чем она ожидала. Она не привыкла спускаться совсем уж вслепую. Факт. Для горения упомянутого топлива требовался кислород, которого не было в эфире. Без него топливо было бы просто мертвым грузом. Твайлот почти заставила себя начать подниматься обратно по лестнице. Она начала делать глубокие вдохи и выдохи, готовясь разогнуть ноги, чтобы поднять мертвый груз своего туловища. Ее легкие раздувались, словно... легкие раздувались... Вопрос. Почему бы не взять с собой кислород? Она спрыгнула вниз по лестнице. Гипотеза. Корабль, запущенный из достаточно большой пушки, будет иметь необходимую скорость, чтобы преодолеть могучие узы гравитации. Сноска 1. В таком случае указанный корабль мог бы быть снабжен достаточным количеством топлива, чтобы долететь до Луны, и двигателем, предназначенным для окисления и выпуска вышеупомянутого топлива в эфир без катастрофических последствий. Затем корабль мог бы приземлиться на Луну, забрать груз и вернуться на Экус. Прошифровка сноски 1. Модифицированная батисфера, если быть точной. Рассчитанная всего на одну атмосферу, что намного проще, чем их морские аналоги. Эфирная капсула. Сноски. Ей нужно больше вложенных сносок в ее собственные мысли. Метод. Во-первых, спросить Пинки Пай. Во-вторых, сделать, как скажет Пинки. Твайлайт направилась к подвалу, где должны были спать Пинки и Спайк. Мысль о том, что это может подождать до утра, просто не приходила ей в голову. Однако, единорожка остановилась, услышав шорох в кладовке. Тут же Твайлайт сделала поворот и вместо этого направилась к кухне. Ночной перекус. Естественно, это Пинки решила устроить ночной перекус. Гениально. Стакан молока может даже помочь мне заснуть. Да, надо избегать сахара. Сахар с основным точно не поможет. Идей. Слишком много идей бурлит сейчас у меня в голове. И что здесь делает Эппл Блум? Именно в этот момент Твайлайт рассеянно проковыляла через кухню, где готовил в основном Спайк и нечасто пускал сюда единорожку, чтобы она снова не попыталась экспериментировать с рецептами в кладовую. Туда проникало очень мало света с кухни, отражаясь от белого кафеля. И Эпплайт ориентировалась в основном по запаху. Консервы стояли ближе всего ко входу, так что ничто ее нос не забивало. Десертные специи, такие как корица и мускатный орех, в самом конце кладовки, в торце. Хлеб и мука примерно в метре справа. Запах замороженной ржавчины слева, там где находился ледник. Маленькая Эппл Блум прямо перед ней, рядом с центральной полкой, где хранились овощи. «Эппл Блум, что ты делаешь? Я думала, ты уехала домой с сестрой. Ээээ... Что случилось с твоим голосом? Ээ? Ты ведь не Эппл Блум, правда? Эээ...» Мысли Твайлайт наконец сосредоточились, навалившаяся на нее сонливость была унесена, как паутина, попавшая в ураган. Она засветила рог, слегка поморщившись. «Оранжевый? Не желтый?» Жеребенок перед ней смущенно ухмылялся из-за мешка с мукой. «Мешка с мукой Твайлайт!» «Ты же не поверишь, что я здесь лишь за тем, чтобы одолжить стакан муки для торта?» «Нет», — невозмутимо ответила единорожка. «Ох», — пробормотал жеребенок. «Это вообще кобылка или жеребчик?» Трудно сказать. Грубый скрипучий голос указывал на жеребчика, достигшего половой зрелости, но стройная фигура, казалось, указывала на кобылку. «Эээ... так, если я положу это, можно мне будет идти?» «Я даже не знаю, как ты сюда попал. Разве стражи тебя не заметили?» Даже в тусклом свете от рога Твайлайт было заметно, что жеребенок сильно побреднел. «Стражи? Лемон Дроп сказала, что ты живешь одна!» — жеребенок зажал копытами рот. «Не было никаких имен, и ты не можешь сказать, что было. Ты ничего не докажешь!» «Кобылка-пацанка или женственный жеребчик?» Твайлайт все еще не могла определиться. «Ты ведь знаешь, кто я?» — единорожка насмешливо наклонила голову, наблюдая за реакцией жеребенка. «Твайлайт Спаркл — королевский советник самой принцессы. Теперь, когда я представилась, думаю, что было бы вежливо представиться и тебе». «О, а вот это его зацепило!» Жеребенок побледнел, как простыня, и в свете заклинания Твайлайт его мордочка стала похожа на луну далеко наверху. «А-э-э-э-эм!» — запинаясь, пробормотал жеребенок. «Скуталум, эм!» Он даже почтительно поклонился. Твайлайт направила больше энергии в заклинание света. Теперь она видела, во что он одет. Потрепанная темная кожаная куртка цвета и, по-видимому, даже фактуры соуса, которые забыли на ночь на плите. И тяжелые парусиновые штаны, которые, вероятно, давным-давно были оливкового оттенка. Ни в коем случае неудобная одежда, но практичная, хоть и потрепанная. Интересно, уличных оборванцев часто использовали в качестве форточников, чтобы пробираться в дома. Жеребенка можно было затолкать в высокое окно или в крошечный лаз, или в водосточную трубу, через которую взрослые никогда не пролезли бы. Чтобы жеребенок потом отпердом изнутри и позволил соответствующим образом экипированным взрослым упереть все, что не было прибито гвоздями. Хм, если только кто-нибудь из взрослых не захватил с собой гвоздодер. В таком случае они не только упрут и все прибитое, но и сами гвозди тоже. Они, как-никак, тоже хороших денег стоят, даже в виде металлолома. Скуталу явно не был одним из таких жеребят. Во-первых, ни одна банда не станет нападать на дом окруженной стражей. Во-вторых, он направился прямиком в кладовую за едой. Большинство книг можно было бы продать за приличную сумму, а у входной двери лежала целая куча битов, которым, вероятно, никто не прикасался. Прибыль стояла на втором месте после выживания. Все это молнией пронеслось в голове Твайлайт, побуждая ее сделать то, что Скуталу никак не ожидал. Для начала она повернулась к жеребенку спиной, то, что большинство воров считает невозможным, если уже не попались. «Если ты собираешься печь торт, тебе понадобятся яйца. Не думаю, что ты сможешь отложить их сам, если только ты не цыпленок». Это остановило Скуталу, который пытался пробраться ко входу в кладовую. Твайлайт не нужно было оборачиваться, чтобы видеть это. Она знала, что он будет так делать. «Я не цыпленок, мэм. У меня храбрости, как и у любого жеребчиков, не сомневайтесь». Жеребчиков, а не других жеребчиков. О, слава звездам, а то эта гендерная неопределенность начала уже утомлять. Скуталу, значит, она. Кобылка с очень мужским скрипучим голосом. Твайлайт открыла ледник, заглянула внутрь и выудила коробку яиц, бросив сверху бутыль молока, потому что почему бы и нет. Нельзя испечь торт без хорошего булька молока. Мбульк, крайне научное мироизмерение. «Аудетус фортуна одиуат», продекламировала Твайлайт, показывая любопытной кобылке свою добычу. Скуталу внимательно смотрела на нее, как мышь, которая точно знает, что сыр – это, очевидно, приманка. Единственный вопрос теперь, с какой стороны захлопнется ловушка. «Что это значит?» «Это старый эквестрийский. Судьба помогает смелым. Так говорит мой брат. Он капитан гвардии и величества, чтобы ты знала. И прямо сейчас дежурит на улице с большой винтовкой. Прямо огроменный. Даже мне голову начисто снесет, точно тебе говорю». Пауза для драматического эффекта. Два, три. «Ты уверена, что все еще достаточно смелая?» Скуталу яростно закивала. «Ладно, с этим не поспоришь», согласилась Твайлайт. В голове у нее уже сформировался план. «Тогда тебе, возможно, захочется пройти испытание. Нет, скорее вызов». Что-то в этой кобылке напомнило ей Рейнбоу Дэш. К счастью, за последние несколько недель она достаточно разобралась, как работают мозги этой пегаски. По крайней мере, достаточно, чтобы овладеть формой дэшлексии, если угодно. Похоже, она была права насчет денег. Кобылка либо перестала искать причины для беспокойства, либо, что гораздо более вероятно, просто перестала переживать. Теперь она просто выглядела решительной. «Вы странная особа мисс, но вы поймали меня и не пытались спрятать или бросить волкам», согласилась кобылка. «Так что, думаю, я готова рискнуть. Каковы ставки?» «Шоколад. Целая плитка этой штуки». Ага. Похоже, еще одно точное попадание. Скуталу чуть ли не дрожала от нетерпения. С другой стороны, какой же ребенок, сноска 2, не любит шоколад. Расшифровка сноски 2. И пинки по явлевом возрасте, конечно. «Хорошо! Ладно, чего мне делать?» «То, что ты должна будешь сделать», — поправила ее Твайлайт, прежде чем поправить свою поправку. «Если ты, конечно, не передумаешь, я имею в виду. Нужно будет просто прокраситься сюда снова завтра. В то же самое время, в то же самое место. И если ты сможешь сделать это так, чтобы тебя не поймали, шоколад будет твой». Кобылка выглядела удивленной. «Что, и это все?» «Да». «В чем подвох?» «Никакого подвоха. Я просто хочу посмотреть, сможешь ли ты». Эта фраза, казалось, насторожила кобылку, и она бессознательно сделала пару шагов назад к выходу из кладовки. Что было бы незаметно, если бы от этого из-под заплатки на штанах не вылетела крупная моль. «Ты же не собираешься просто вызвать стражу, да?» Твайлайт улыбнулась и даже рассмеялась. «Тебе не стоит беспокоиться об этом». Скуталу это не убедила, и единорожка устала вздохнула. «Если я все равно собиралась натравить на тебя стражей, зачем мне было устраивать такие сложности, а не позвать их прямо сейчас?» «Я не знаю, взрослые такие странные». «Туше. Но от Вайлайт, конечно, был еще один туз в рукаве». «Хорошо, поднимаем ставку, если только ты не цыпленок». «Да хватит уже!» – вздохнулась Скуталу. «Но ты ждешь прямо тут, без обмана, хорошо? Тебе лучше поверить, что я вернусь завтра». Она повернулась, готовая бежать. «Подожди». Твайлайт переложила яйца и молоко в коричневый мешок, перекинула его через плечо кобылки и кивнула. «Теперь беги». Кобылка уставилась на сумку, подавив смех пони, которая только что услышала пятый щелчок револьвера в игре в русскую рулетку, и передала его обратно своему противнику, а затем покинула дом. Одни звезды знают как. Но завтра Твайлайт узнает. Она, конечно, могла бы спросить кобылку прямо и не ждать или тратить драгоценный шоколад. Но таким образом она могла получить две вещи. Первое – доказательство того, что это было не просто случайностью, шансом которой Твайлайт не могла себе позволить и, второе – доверие. Что-то, что стоит значительно больше, чем просто блок порошка из какао-бобов. Результаты этого маленького вызова были бы действительно очень интересны. Твайлайт вернулась в постель, рассеянно отыскав нужные повороты и лестницы. Она никак не могла вспомнить, зачем вообще отправлялась вниз. В ту ночь Твайлайт приснился бронзовый тоннель. Там было темно, освещение почти отсутствовало, но, тем не менее, характерный промышленный блеск металла был заметен. Сновно внутри тромбона в оркестровой яме. Он шел вертикально вверх. Но, в отличие от музыкального инструмента, сверху он сужался, а не расширялся. И еще было слишком жарко, сыро и влажно. Не как в пещере, нет, скорее как во рту. Или кишечнике. В пищеварительном тракте какого-то огромного механического монстра. Это не кошмар, это не кошмар. Твайлайт чувствовала, как всепоглощающее чувство цели поднимается из ее собственного сердца. Во сне она слегка повернула голову. Она находилась у основания какого-то огромного двигателя. Внутри грудной клетки этого бронзового зверя. Рядом находилось окно из толстого герметичного стекла. Вокруг было полно ручек, рычагов и переключателей настолько сложного вида, что ее телескоп точно бы заработал себе комплекс неполноценностей. Провода и всякие схемы, в которых единорожка ничего понять не могла, кроме их приблизительного назначения. Оно отправит ее наверх. «Готово заполучить себе крылья?» – крикнула ей вуха Рейнбоу Дэш. Кто-то ввел обратный отсчет. Эпплджек? То он не допускал другого толкования. Десять. Девять. На Рейнбоу был костюм из фольги с аквариума вместо шлема. Зачем? Теперь был голос Пинки с удивительным придыханием, так похожим на недоверие, но в то же время настолько далеким от него, насколько это вообще возможно. Восемь. Семь. Потому что в эфире был вакуум, и именно туда они направлялись. Она знала это. Голос Рейнбоу Дэш, но не той, что рядом с ней. Это последует за тобой прямо в ад, безо всяких вопросов. Шесть. Пять. Ты же знаешь, что если напутала в математике, то они будут нас со стен заскребать. Пегаска рассмеялась. Голос Рейрити, но эфирно спокойный и умиротворяющий. Четыре. Три. Дэш перестала смеяться. Ты же не напутала в математике, да? Новый голос, который она не узнала. Он звучал печально, но по-доброму. Два. Один. Двайлайт. Далеко впереди, наверху, она чувствовала тяжесть взгляда полуночных глаз, смотревших на нее с невероятной высоты. Нет. Просто с невероятного расстояния. Она могла чувствовать их. Она могла чувствовать печаль и одиночество, тоску и грусть. И могла чувствовать, как они взирают на нее. И единорожка с абсолютной ясностью поняла, что это не просто плод ее воображения. Она тоже была здесь. Это случалось очень редко, но иногда они могли быть вместе во сне. Двайлайт была рада, что увидела именно этот сон. Сама Двайлайт закончила обратный отчет словом, которое пришло к ней с неопровержимой конкретностью логики сна. Зажигание. Все вокруг нее взорвалось, и это было великолепно. Двайлайт резко выпрямилась в постели, спрыгнула с нее полной энергии. До этого она шла к лестнице в каком-то оцепенении, блуждая в потемках. Теперь она неслась туда, словно опаздывая. «Я вспомнила!» Воскликнула единорожка, хватаясь за края лестницы, и даже не попытавшись коснуться перекладин, не смея препятствовать гравитации, которая ускоряла ее в движении вниз. Двайлайт почувствовала удар о пол, и, не обращая внимания, самортизировала его коленями, бросившись в сторону подвала Пинки. «Я вспомнила! Я вспомнила! Я вспомнила!» В подвале было пустовато, и все, что можно, было сдвинуто в сторону. В центре стоял верстак, заваленный скомканными чертежами. С торца к нему примкнулся кульман, из-за которого выглядывала ярко-розовая грива, лихорадочно дергающаяся туда-сюда, когда в кучу неоконченных чертежей добавлялся еще один. Гибкая трубка тянулась от паропровода на потолке к чему-то, скрытому под чертежами, и дергалась почти так же зловеще, как и сама Пинки. При последнем «Я» зимна пони вскинула голову, ее глаза были широко распахнуты, а зрачки занимали почти всю радужку. Маниакальная стадия. Вообще-то, единорожке это понравилось, по крайней мере, сейчас они обе на одной волне. «Твайлайт! Твайлайт! Твайлайт!» воскликнула Пинки. «Ты вернулась! Отличная идея!» «Волна-то, может, и одна, но амплитуды, похоже, разные». «Какая идея, Пинки?» «Та, которая про ракетный корабль! Как ты могла забыть? Ты же мне только что об этом сказала! Эээ... некоторое время назад?» Зимна пони взглянула себе на запястье и кивнула. «Да, именно так. Некоторое время и 33 секунды назад». «Я уже говорил об этом?» «Да, ты была очень взволнована. Сначала ты говорила о пушке, чтобы закинуть его в эфир, а потом мы говорили о том, как защитить корабль от эфира, а дальше мы говорили о том, как привести его в движение, когда он будет там, и как вернуть его домой. Но именно тогда ты начала говорить о шоколадных кобылко-жеребчиках, и Спайк настаивал на том, чтобы отвезти тебя в постель». Пинки указала на дремлющего и похрапывающего дракончика рядом с топкой, и обе кобылы слегка улыбнулись. «Я ничего такого не помню, особенно о шоколадных кобылко-жеребчиках. Это определенно звучит как что-то, чтобы я запомнила». «Не знаю, ты была просто не в себе от всего этого. В общем, я подумала, ух ты, это гораздо лучше, чем воздушный шар, и кажется, у меня уже есть про две пушки». Пинки Пай соскочила назад с маленькой деревянной скамейки перед Кульманом, стараясь при этом выгнуться и потянуть все суставы, которые только могла. Твайлайт невольно поморщилась. Как долго она так просидела? Вероятно, не меньше, чем некоторое время и 33 секунды. Не желая сдерживаться, и, скорее всего, не понимая значения этого слова, Пинки смела сверстакать чертежи, скомканные бумаги и прочий мусор, продемонстрировав радостно урчащий, почти расплавленный металлический вулкан, что питался от зловещей подергивающейся паровой трубки. «Думаю, что это давление уже достаточное», – объявила земнопони, вытаскивая то, что определенно было мушкетным шомполом. «Ты взяла это у одного из солдат, да?» «Удивительно, что пони готовы сделать для тебя, если попросить их очень вежливо», – кивнула Пинки. «Я ему пообещала, что если ему вдруг понадобится застрелить кого-нибудь, то я эту штуку верну». «Конечно, это честно». В руках земнопони появилось что-то, похожее на большую винтовочную пулю. Твайлайт на мгновение задумалась, зачем в мушкет заряжать винтовочную пулю, но тут же вспомнила, что это не мушкет и не винтовка. Быстро закончив зарядку несколькими ударами шомпола, Пинки повернулась к большой красной кнопке рядом с вулканной пушкой. И, конечно же, она незамедлительно вдарила по ней копытом. Бабах! Комната превратилась в сауну, щепки и штукатурка посыпались дождем на головы двух кобыл, задравших головы вверх настолько, насколько позволяли им позвоночники, пытаясь проморгаться от мусора. Тонкий луч утреннего солнечного света просачивался сквозь пар над головой. «Потолок – это метафора пространства!» – радостно объявила Пинки. «Я бы хотела, чтобы их было побольше». С горечью пробормотала Твайлайт. «Потолка или пространство?» «Да, именно». Пинки хихикнула. Единорожка тоже слегка улыбнулась, ее сердце бешено колотилось. «Но разве оно безопасно?» «Что? Нет, конечно нет!» Зимна Пони фыркнула. «Прототипы не должны быть безопасными. Если твой прототип безопасен, это только из-за того, что он не работает». «Мух!» «Но, честно говоря, я понятия не имею. Я не очень хорошо разбираюсь в биологии». «Призналась Пинки». «Если бы мы сделали эту штуку достаточно большой, чтобы вместить пони, то, скорее всего, нам бы пришлось соскребать джем с переборок». «Великолепно». «Не совсем так. Джем – это метафора останков пони». В висках Твайлайт вдруг застучала. «Я...» «Да, я в курсе, Пинки. Это был сарказм». «Как ты думаешь, есть ли способ уменьшить начальное ускорение, чтобы обеспечить выживаемость?» «Конечно! Именно над этим я сейчас работаю. Только один вопрос». «Угу. Определись, что такое выживаемость». Твайлайт открыла рот, собираясь отругать зим на пони или сделать еще одно саркастичное замечание. Однако ей пришлось закрыть его, когда она поняла, что на самом деле и сама не знает. «Это...» «Вообще-то это очень хороший вопрос, Пинки». «Возможно, это был просто луч утреннего солнца, просочившийся сквозь пары и попавший в глаз Твайлайт. Но именно в этот момент они ярко заблестели». «На который у меня сейчас нет ответа. Ты ведь понимаешь, что это значит? Наука!» «Да, Пинки, нам нужно заняться наукой». Но это будет позже. Сегодня вечером у Твайлайт уже было назначено свидание с молодым андрогинным жеребенком. Это прозвучало гораздо жутче, чем она предполагала. «Я не понимаю!» – пробормотала Рейнбоу, когда они сидели в кладовке с керосиновой лампой и играли в рыбу. Да, они обе понимали, что это детская игра, но были и… смягчающие обстоятельства. Твайлайт пыталась научить Рейнбоу Дэш, а Хама Холдему, но это был неудачный эксперимент. Или слишком успешный. В то время, как единорожка могла рассчитывать шансы, как никто другой, она не могла справиться с покерфейсом Пегаски. Та, лишь минимально понимая правила, одинаково сильно возбуждалась как от флэша со стритом, так и от пары двоек. И сдержать свое волнение у нее тоже не получалось. Переломным стал тот момент, когда Пегаска наконец-то помрачнела. Твайлайт продолжала повышать ставки, Рейнбоу продолжала подстраиваться под это, настаивая, что пасовать это для трусов. И все же она выглядела очень несчастной из-за своих карт. Наконец-то Твайлайт вышла на финишную прямую, она уже собиралась забрать все фишки, когда Пегаска с несчастным видом бросила свои карты вниз. Рейнбоу. Да, я знаю, ты победила, верно? Рейнбоу, это флэш. Да, да, эти карты только в туалеты можно смыть, ты права. Это значит, что ты победила, Рейнбоу. Твое копыто лучше моего. Что, правда? Я тут даже никаких красивых узоров не составила. Они же все одного цвета. Что вообще с этими можно сделать? Выиграть, ты победила. Вот что получается, когда у тебя флэш. И он именно так и называется. Что? Правда? Правда. Ого. И вот теперь они играли в рыбу. Или же Твайлайт превратила бы Рейнбоу Дэш в джем. И будет ли это метафорой, Пинки Пай решит позже. Конечно, единорожка все еще проигрывала. У Дэш была память, как у слона. Хэ, хэйхо. А Твайлайт приходилось все записывать не просто так. Но это было нормально. Она не возражала против проигрышей. Ей просто хотелось проигрывать по достойным причинам. Полагаю, это многое говорит о том, что я делаю для Луны. Не так ли? Твайлайт прогнала эту странную мысль прочь. Она не собиралась проигрывать. Все, что ей нужно было сделать, это тайно привлечь команду мастеров. На какие деньги? Ага, хорошо. Строительные материалы для... На какие деньги? Хорошо. Она могла бы выйти и заставить Шайнинга делать ужасный выбор. А теперь нужно сосредоточиться на вопросе Дэш. Чего ты не понимаешь? Я имею в виду, ответила Пегаска, что ты... Погодь, у тебя есть двойки? Твайлайт молча передала карту к немалому удовольствию Рейнду. Ты взяла меня, чтобы я разбиралась с жеребенкой. По правде говоря, я подозреваю, что ты с ней прекрасно поладишь. При этих словах Дэш практически начала светиться от радости. Я же просто суперкрутецкий образец для подражания, да? Ага. Так что тут у нас? У тебя есть восьмерки? До сих пор ей везло с восьмерками. Так что, почему бы не попробовать еще раз? Нет, ты же сама их все уже вывела из игры. Ладно, это была веская причина не попробовать. Но тем не менее. Твайлайт вытащила еще одну карту. Шестерка. Не, я в том смысле, что у тебя же есть Апплджек и мисс Жаманные штанишки. Рарити? Так я и сказала, мисс Жаманные штанишки. Она. У них обеих есть младшие сестры. Значит, у них побольше опыта, чем у меня, согласна. Кстати, шестерки у тебя есть. Майлайт неохотно отдала карту. Рейнбу, я подозреваю, что ты хорошо ладишь жеребятами. А я точно знаю, что они сделали с моей библиотекой. Давай... Давай просто оставим это на минуту. Все так плохо, да? Они собирались повредить моим книгам. Моим прелестным книгам. Ух, ладно. Ты можешь в это поверить? Ну, я вроде уже сказала, ух. Ну, конечно, я с тобой согласна. А если серьезно, то это меня уже достало. Как ты узнала, что я взяла шестерку? В колоде у тебя осталось всего двенадцать карт. Два короля, дама, три шестерки, семерка, восьмерка, две девятки и туз. Я знаю, что есть у меня и почти уверена, что ты вытянула короля и девятку из-за твоих вопросов. Я в том смысле, что это всего лишь простейший почет, верно? Твайлайт, не мигая, уставилась на пегаску. Та лишь пристально смотрела свои карты, задумчиво высунув язык. Единорожка повернула колоду. Эй, это же уничество! Запротестовала Рейнбоу. Она была права, по обоим пунктам. Ну, ладно, выдохнула Твайлайт, опуская колоду. Значит, ты можешь все это делать, но не можешь понять, что флэш лучше стрита. Погоди, пробормотала Рейнбоу, упрянув ушами. Я что-то слышу. Что, ты уверена? Да! Пегаска откинулась на спинку стула, ухмыльнулась и скрестила копыта на груди. Я слышу голос обиженной неудачницы. Твайлайт уже собиралась магией спихнуть с высокой полки что-нибудь тяжелое на голову Рейнбоу, когда ухмылка исчезла, и Пегаска лишь покачала головой. Нет, если серьезно, то кто-то пытается к нам подкрасться. И действительно, дверь кладовки чуть приоткрылась, за ней показался дрожащий глаз. Только мы, дитя! Объявила Дэш. Честная сделка есть, честная сделка. Дверь открылась шире. Скуталу возмущенно надула губы. Сделка была в том, что ты была тут одна, и чего насчет привезти с собой друзей не было. Кобылка тоже посмотрела в карты, а потом медленно подняла голову от них и встретила усталый взгляд Твайлайт. Ну, в общем, ты тут. Вы ведь тут на самом деле играли в рыбу, да? Поправочка! Фыркнула Рейнбоу, собирая колоду и начиная ее тасовать. Я ее просто раскатала! Твайлайт с трудом подавила желание ударить себе копытом в лоб. Нух, ну тогда все в порядке. Мне вроде как обещали шоколад, так? Твайлайт достала обещанную плитку с полки, держа ее в недосягаемости кобылки. Скуталу один раз подпрыгнула, упала, фыркнула и свирепо уставилась на единорожку. К несчастью, Рейнбоу тут же присоединилась к кобылке со своим суровым взглядом. Вообще не круто! Сказали они в унисон. О, звезды, теперь их стало двое. Твайлайт закатила глаза. Я все равно отдам тебе шоколад, я же обещала, просто хотела спросить, как ты сюда попала, как проникла. Дэш на мгновение прищурилась, а потом взлетела в воздух и вырвала шоколадку из магической хватки Твайлайт. Со совершенно излишним действием, которое безусловно было только для показухи, прижимая шоколад груди, как будто она защищала жеребенка, Пегаска остановилась рядом со Скуталу и протянула ей плитку, все еще глядя на Твайлайт. Триньбу, вообще не круто, Твайлайт, ты не могла просто нарушить сделку и сказать, о, и еще кое-что. Именно в этот момент Скуталу с благоговением взяла шоколадку из хватку Пегаски, как будто она стала чем-то большим, более важным за время, проведенное в Голубых Копытах. Дэш по-прежнему не обращала на это внимания. И ты еще и надеялась, что она тебе будет доверять? Ну, да, у меня же был шоколад, вот, прямо тут. Ага, и ты не собиралась отдавать его ей? Конечно, собиралась. Как обещала. Ты должна доверять, чтобы получить доверие, понимаешь? Ага. Согласилась Скуталу, широко раскрыв глаза и совсем не смущаясь. Пегаска ничего не замечала. Так что ты должна сказать Скуталу? Что, правда? Мы действительно делаем это? Скажи! Твайлайт вздохнула и медленно провела копытом по мордочке. Хорошо. Ладно, Скуталу, прости, что придала твое доверие. Я просто очень хочу узнать, как ты сюда попала. И я хотела тебя достойно вознаградить, если ты меня научишь. Ну, хорошо, наверное. Я думаю, что смогу это сделать. В том смысле, если мисс Рейнбоу не возражает. Пегаска фыркнула. Мисс, это перебор. Просто дэш, мелкая. Дэш. Прошептала Скуталу с благоговейным трепетом, которого Пегаска не заметила. Хотя он был так же очевиден, как наличие носа на ее собственной мордочке. Хотя, по общему признанию, нам гораздо легче сосредоточиться на носах, которые находятся на мордочках других пони. Довольно трудно увидеть свой собственный. Возможно, аналогия была даже более подходящей, чем предполагалось. И да, я не возражаю. Я имею в виду, что ты мне шоколад отдала, типа того. Неохотно призналась Скуталу. И в прошлый раз была очень мила со мной. И ты не сдала меня стражем или еще что-то в этом роде. Кобылка закусила губу в явной нерешительности. А что мне будет, если я тебе покажу? Не думаю, что другие жеребята обрадуются этому. Я... Это хороший вопрос. Дэш, какие идеи? Ну, у меня есть реально очень большой нож. Кивнула Пегаска. Хочешь поиграть с ним? Хотя, мне кажется, он больше похож на изогнутый меч. Рейнбу! Чего? Он определенно больше похож на изогнутый меч, чем на нож. Запротестовала Рейнбу, не отводя взгляд от кобылки, устаившейся на ее копыта. Широко раскрытые глаза Скуталу блестели в тусклом свете. Затем послышался тихий голос, наполненный благоговейным трепетом. Ты такая классная. Рейнбу посмотрела на Твайлайт, слегка шевельнув бровями. Ты была абсолютно права. Я и правда лучше всех лажу жеребятами. Что она наделала? Что за монстра она сотворила? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok